МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Источник знаний. Национальная библиотека Чувашии празднует 145-летие. Пятерка по-русскому. В республике подвели итоги международной акции «Тотальный диктант». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Местное самоуправление берет свое начало в XIX веке в царской России со времен реформ Александра II. В современном календаре России в 2012 году указом президента Владимира Путина появилась новая дата – День местного самоуправления. Он отмечается 21 апреля. В Чувашии сегодня 317 муниципальных образований. Их объединяет Совет муниципальных образований. В республике 284 сельских поселения, 7 городских поселений, 21 муниципальный район и 5 городских округов. Каждое муниципальное образование – своеобразное маленькое государство со своей территорией, населением и действующей властью. Это самоуправляющая социальная система. В республике насчитывается более 1700 населенных пунктов. Опытные старожилы, староста на местах помогают в решении множества неотложных вопросов. От благоустройства и обеспечения пожарной безопасности до строительства водопроводов, дорог и тротуаров. Аббревиатура ТОС из года в год становится привычным жителям Чувашии. В республике их более 80. В территориальном общественном самоуправлении принимают участие инициативные, активные представители населения. Все ТОСы работают по различным номинациям конкурса социальных проектов. Совет муниципальных образований Чувашской республики активно взаимодействует с органами власти. Именно наши совместные действия и комплексный подход к развитию всей территории республики дают возможность обеспечить стабильное развитие экономики и социальной сферы. Уверен, что существующее сегодня единство в понимании целей и задач между всеми уровнями власти и населением является тем рычагом, который позволяет сделать Чувашскую республику экономически развитой и комфортной для жизни. Совместная работа власти и общества продолжается сегодня в органах местного самоуправления. В России трудятся 2,5 тысячи служащих. Благодаря конструктивному взаимодействию правительства республики и органах местного самоуправления в городах и селах Чувашии создаются условия для развития инфраструктуры и улучшения социального климата. Строятся дороги, детские сады и школы, спортивные и медицинские объекты, жилье, проводится благоустройство территории, реализуются социально значимые проекты, открываются новые производства и предприятия, создаются дополнительные высокотехнологичные рабочие места. Это победа нашей совместной деятельности. Награжденный знаком отличия за безупречную службу в органах местного самоуправления, глава Порецкого сельского поселения Александр Барыкин помнит все этапы становления местного самоуправления. В начале, конечно, было трудно работать, так как нормативная база, которая была не так совершенная была. На сегодняшний день много пришлось новую нормативную базу применять на уровне местного управления, на уровне поселения. На сегодняшний день, конечно, намного легче стало работать в связи с тем, что уже и опыт пришел. В рамках празднования Дня местного самоуправления специалисты Госкомимущества, Росреестра, Кадастровой палаты и представители администрации городов и районов обсудили эффективность управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Эффективное управление муниципальным и государственным имуществом, арендная плата за пользование земельными участками – один из главных ресурсов и важнейший источник пополнения местных бюджетов. По официальным данным, на 1 апреля 2016 года бюджеты муниципалитетов увеличились на 287,5 миллионов рублей. В основном за счет передачи земельных участков в аренду. В ходе встречи обсудили и вопросы введения в оборот земель сельхозназначения и их перевода в иные категории. В Чебоксарах начала свою работу межрегиональная научно-практическая конференция «Патриотическая миссия просветительства в полиэтническом регионе». Она посвящена 145-летию Национальной библиотеки. Подробности в нашем материале. За свою историю она не раз меняла названия, адреса, разные переживала времена, но всегда оставалась лидером в библиотечном деле. Библиотека была создана усилиями местной интеллигенции на волне реформ второй половины XIX века. Одним из основателей библиотеки и первым выборным библиотекарем был учитель городского приходского училища Михайлов, который писал впоследствии в организации библиотеки «Я видел залог благоденствия народа». За почти полуторавековую историю цели не изменились. Национальная библиотека за последние годы превратилась в социально-культурный институт. Сейчас здесь действует центр правовой информации, учебный комплекс. В конференц-залах регулярно проводят фестивали, презентации и выставки. Библиотека идет в ногу со временем. Здесь наладили систему виртуальных залов. Вопросами просветительства специалисты занимаются упорно. Недавно реализовали масштабный проект «Считаем Нарспи». Он объединил более 120 участников из 45 российских городов и 30 стран. Все домой пошли, а сзади и ситнер к себе побрел, затаив печаль во взгляде, словно раненый орел. На научно-практическую конференцию приехали библиотекари из девяти регионов по Волжье и Москве. Актуальные вопросы патриотического воспитания они будут обсуждать на протяжении двух дней. Гости Чуваши отмечают, что власти республики сделали правильный выбор, выдвигая на первый план человека труда. Каждое слово из названия нашей конференции – это точно сюда, это к вам. Потому что здесь совершенно уникальный опыт и культурного просветительства, и культурного строительства, и гражданского, и все это здесь. Это я говорю про Чуваши. И тема труда – это точно просветительство, это нужно делать сейчас, просвещать в том плане, что такое труд. Это и гражданственность, и это основа патриотизма. Так что это точно здесь, и это у нас. К научно-практической конференции приурочили открытие культурно-просветительского центра «Иностранки». Реализовать этот проект в Чебоксарах в прошлом году предложила Екатерина Гениева. Я должен был здесь, конечно, быть с Екатериной Юрьевной Гениевой, но, увы, прошлый год оказался для нее финальным. И, кстати, финал был здесь. Последний ее полноценный выезд и работа была именно в Чебоксарах. Я привез книжечку, она называется «Феномен Кати». Ну, так ее звали, да? И она с радостью соглашалась. Это все остается у вас. Фонд Национальной библиотеки сегодня пополнился. Директору Светлане Стариковой вручили сертификат на приобретение книг. Тех, кто внес большой вклад в развитие книжного дела, наградили памятной медалью Года литературы. За информационное освещение Года литературы в теле- и радиоэфирах медаль получила исполняющая обязанности директора национальной телерадиокомпании Маргарита Гартфельдер. Ольга Пырычкина, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Президент России Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия» премьер-министр Дмитрий Медведев провели видеоконференцию с участниками предварительного голосования. Напомним, бороться за право стать кандидатом в депутаты Государственной Думы России в Чувашии будут 30 человек. Все они собрались накануне в региональном исполкоме партии, чтобы обсудить с главой государства процедуру предварительного голосования, дебаты и встречи с населением. Владимир Путин призвал партию показать пример честной конкурентной борьбы на выборах. Глава государства отметил, что предварительное голосование – это новое дело для нашей страны, но «Единая Россия» уже использовала этот инструмент. Процедура должна стать хорошим механизмом поиска молодых лидеров, перспективных политиков, которые будут работать на благо всего общества. Всего по России для участия в предварительном партийном голосовании зарегистрировались 3000 человек. «Выиграет тот, кто, конечно же, покажет своей работой, своей программой, что действительно он лучше и достоин представлять тот либо регион, тот ли город, район на государственном доме, местном парламенте». Задачи, которые стоят перед страной, конечно же, решаться должны непосредственно этими людьми, профессионалами, и не просто профессионалами, а которые искренне хотят помочь гражданам Российской Федерации. Я думаю, что встреча эта удалась, был эмоциональный порыв того, что у нас мощная команда, команда «Единая Россия». Конечно, все мы переполнены желанием работать на свои регионы, во имя нашей родной Чуваши и, конечно, Российской Федерации в целом. Как готовить педагогические кадры в современных условиях обсуждали накануне за круглым столом. Его провел глава республики Михаил Игнатьев. Вместе с руководителями детских садов, преподавателями, воспитателями и студентами Чебоксарского профессионального колледжа он обсудил самые актуальные вопросы образования. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Не случайно отметил Михаил Игнатьев, встреча состоялась именно в этом колледже. Его выпускники на рынке труда ценятся высоко, и это подтверждают и их работодатели. Студенты начинают проходить практику в детских садах и школах уже на первом курсе. Чем больше студенты находятся у нас в детских садах, тем больше практических знаний они у нас получат. А говоря о теории, получая в стенах этого заведения, те же преподаватели, они те же опять практики, они всегда пребывают в наших учебных заведениях и дают знания порой не из книг, а из этого же опыта. Детские сады модернизируются и система подготовки воспитателей тоже должна измениться. Глава республики отметил, что дошкалят необходимо приучать к труду. Такие образовательные программы сейчас реализуются во многих садиках. Это рукоделие, это творчество, это искусство, практически даже станки. Сейчас побывал в садике и есть, где мальчишки и девушки начинают где-то мастерить и так далее, развивать тем самым мышление. На первый взгляд, с одной стороны кажется, а зачем в садике всеми этими делами заниматься. А с другой стороны, это на самом деле, с первых лет жизни приучать нужно их к труду. Родители на работе, успевают, не успевают заниматься по наличию времени воспитанием детей. Здесь я хочу еще, Михаил Сочин, позволить поблагодарить особенно воспитателей, которые сегодня работают с родителями. Обучают родителей, как дома надо правильно кормить ребенка. Это тоже великолепная задача и она влияет на подсознательный уровень даже, влияет на родителей. У вас мощный инструмент сегодня воспитания всей системы, в том числе родительское сообщество. Но современным стандартам отвечает не каждый детский сад. Некоторым необходим капитальный ремонт. Мы, как будущие специалисты, хотим видеть новое как для себя, так и для своих детей. И вы знаете, на территории нашей Чувашской республики есть сады 70-х, 80-х годов. И вот такой вопрос, в какой период будут эти детские сады оснащены новым современным оборудованием? Мы обязаны поддерживать в нормальном состоянии весь комплекс детского сада. У нас сейчас идет программа модернизации пищеблоков в детских садах. По мере того, как позволит мой бюджет, из года в год мы выделяем на модернизацию старых детских садов. Участники круглого стола отметили, престиж профессии воспитателя за последние годы вырос в разы. Вот перспективы, хочется сказать молодежи. Действительно, работа с детьми, она не только приносит, я считаю, достойную приденную зарплату, но и обновляет душу. Глава республики приехал в Чебоксарский профессиональный колледж для того, чтобы наградить студентку 4-го курса Елену Максимову. Она стала призером полуфинала национального чемпионата «Молодые профессионалы». Ее проект заслужил высоких оценок. Мы разрабатывали фирменный стиль, получается, весь блок фирменного стиля для «Экосад». Фирма называется «Экосад», экологический сад. Она занимается производством семян. Было не сказать, что трудно, но тяжело, чисто психологически. То, что мы проходили именно в нашем технике, мы изучали, то и было на конкурсе. Елена говорит, что эта победа дорогого стоит. Девушка признается, за время участия в чемпионате она прошла серьезную подготовку, которая поможет реализовать будущие проекты. Дмитрий Ковалев, Эндрис Передонов, Республика. Они воспитывают и обучают, помогают и направляют. Эти слова о педагогах. В Чебоксарском районе стартовал республиканский конкурс «Учитель года-2016». Какие испытания ожидают участников, узнавали наши коллеги. В актовом зале Кугейского лицея собрались люди, которые выбрали свою профессию сердцем. Они делятся своими знаниями и опытом с подрастающим поколением и оценивают результат. Теперь 26 педагогов со всех районов и городов Чувашии сами превратились в учеников. Это будет дополнительный толчок для района. У каждого района своя изуминка. И я надеюсь, наши педагоги получат дополнительный опыт в своей деятельности и, конечно, лучше будут учить наших детей. Лариса Владиславовна Сорокина защищает честь Чебоксарского района. За год работы в школе она выработала свою методику преподавания общественных дисциплин. Ее ученики побеждают во всероссийских олимпиадах и сдают госэкзамены на 100 баллов. Эта методика дала результаты. А еще я на конкурс пришла, потому что я являюсь представителем педагогической династии. У нас пятое поколение учителей. Я не могу сегодня говорить, что я учитель года Чебоксарского района. Мы должны местоимение говорить, потому что весь коллектив работал. Выявлять лучшего из лучших будет специальная комиссия. Учителям предстоит показать себя в четырех различных направлениях. Это мастер-класс, образовательные проекты, педсоветы и открытые уроки. Землетрясение – это что такое? Чья группа еще работала по этому? Пожалуйста, четвертая группа. Землетрясение – это что такое? Это после колебания, звеной КРЭ, вызвания, воспоминания толчками. Замечательно. Конкурс «Учитель года» проходит уже в 24-й раз. Участникам есть за что бороться. Лучший педагог получит денежную премию от главы Чуваши и возможность представлять республику на всероссийском уровне. Такого рода конкурсы профессионального мастерства, они проводятся прежде всего для того, чтобы самые профессиональные, самые компетентные, в том числе относительно молодые педагоги, могли, вот это я подсчетно говорю, могли показать себя во всей красе и на уровне своих районов и городов, и показали бы все свое педагогическое мастерство и на уровне республики. Впереди еще один конкурсный день. Надежды, переживания и волнения скоро останутся позади. 26 апреля станет известно, на кого будут равняться не только ученики, но и коллеги. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Итоги тотального диктанта подвели по всей России. 68 стран, более 700 городов, около 150 тысяч участников приняли участие в самом масштабном уроке русского языка. Наши корреспонденты узнали, как справились с заданием участники из Чебоксары и Новочебоксарска. В Чувашии диктант провели в четвертый раз. Почти 500 человек решили проверить свои знания государственного языка. Самому маленькому участнику всего 6 лет, а старшему уже 80. Среди имен, под которыми регистрировались участники, были и Мольер, и Джастин Бибер, и даже Иван Сусанин. Справились с заданием на 5-2 участницы. Ульяна Карасева, связаться с ней не удалось, и Нина Васильева. Вот такие акции, они как раз помогают привить интерес к нашему родному русскому языку, познать его величие. В ходе написания вот некоторые запятые заставили задуматься, конечно. Некоторые я уже доставляла, когда проверяла второй раз. А вот статистика хорошистов, троечников и тех, кто не справился с текстом, не ведется. В первую очередь, тотальный диктант – это самопроверка, а не соревнование. Хотя, как и в спорте, у тех, кто готовится к заданию, результаты лучше. Но все-таки были слова-ловушки, которые попались многие. Например, из Поднебесья мерились и нескрываемый. А вот по сравнению со всероссийскими ошибками, со словом «удлиняют» справились почти все. От команды составителей текста были особые указания на этот счет. Команда Новосибирского государства университета с точки зрения методики продумывает все. И в том числе, какие ошибки засчитывать, какие не засчитывать. Любое количество ошибок, наследное, раздельное, дефисное написание в сочетании с Поднебесья считать за одну ошибку. Вот такие вот рекомендации по каждому слову, по каждому случаю. Стабильно около 500 жителей Чувашии участвуют в акции. Но организаторы тотального диктанта в республике планируют расширить количество площадок, привлечь «АллатР», «Канаш» и другие города. А в понедельник, 25 апреля, все, кто хочет проверить знания родного языка, смогут принять участие в едином всечувашском диктанте. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Сегодня исполнилось 85 лет митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому в Арнаве. Он родился в Рязанской области в семье потомственных священнослужителей. В 1955 году вступил в число братьев Троица Сергиевой Лавры. Спустя год был рукоположен в Сан-Иеродиакона. В 1966 стал архимандритом. Сегодня с днем рождения владыку Варнаву поздравил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Михаил Игнатьев напомнил, в этом году у владыки и у всех верующих республики еще один праздник – 40 лет служения в Чувашии. За это время стараниями и усилиями митрополита Чебоксарского и Чувашского восстановлены семь монастырей Чебоксарской духовной училища. Открыто более 200 приходов. Глава республики высоко оценил вклад владыки Варнавы в укрепление мира и согласия в обществе. Есть в республике мира согласия, есть и другие конфессии, которые сегодня работают. Эффективное, конструктивное сотрудничество налажено, прежде всего Чебоксарской и Чувашской епархии с другими конфессиями. Это очень дорогого стоит. В мире мы все знаем и видим неспокойные ситуации. Но на территории Чувашской республики удается нам всем сохранять стабильную общественно-политическую ситуацию. По всей стране стартовала акция под названием «Письмо Победы». Молодые люди, школьники и студенты расскажут о жизни своих родных и близких участников Великой Отечественной войны. Студентка Педуниверситета Рена Филиппова впервые пишет письмо в прошлое своему деду Егору Михайловичу. Он ушел на фронт в 1942 году, участвовал в битве за Сталинград, а День Победы встретил в Берлине. О его подвигах знает вся семья, и девушка решила рассказать деду о том, как живут его потомки. В этом письме я напишу про свою жизнь, каких успехов я добила в своей жизни, про своих родителей, про свою сестру, про брата, которая сейчас служит в армии. Также буду благодарить его, выскажу ему слова благодарности за то, что они подарили нам мирное небо над головой. Акция «Письмо Победы» объединяет и тех, кто участвовал в войне. Это возможность связаться с друзьями и однополчанами, с которыми потеряна связь. Молодёры Победы, участники Всероссийского общественного движения, помогут ветеранам записать электронные приветы, письма и открытки, опубликовать их в сети. Это возможность нас, молодых людей, сегодня связать ветеранов, например, Чувашской республики и ветеранов, например, Волгоградской области. Всё это делается через сеть интернет, то есть мы связываемся с нашими друзьями в Волгограде, просим найти того или иного ветерана и выходим в тот же самый скайп, в различные другие социальные сети и связываем наших ветеранов, чтобы они пообщались, поделились своим настроением. Принять участие в акции «Письмо Победы» могут все желающие, как самостоятельно, так и через отдел молодёжи в администрации столицы республики. Цель у акции проста – вспомнить подвиги наших предков и задуматься, что же мы делаем сегодня, чтобы сохранить память о героях. Екатерина Куприна, Алёна Алтукова, Олег Хикимов, Республика. Впереди вас ждёт полезная информация. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». На масло-сарбате «Чувашская» вовсю готовится к летнему сезону. В ближайшие дни покупатели смогут попробовать очередные вкусные новинки. Компания «Волга-Айс» презентует сразу три линейки мороженого. Новинки от «Волга-Айс» оценят даже самые изысканные гурманы. Двуслойное эскимо, пломбир, ты и я, мороженое в вафельном сахарном рожке «Кураж» со вкусами банана, клубники, персика, киви и фисташки. А также любимый с детства пломбир на сливках. Многочисленным просьбам наших покупателей мы решили создать еще дополнительно три новых линейки. Для этого мы проводили множество производственных тестов, тестировали различные вкусы. И в результате этого родилось целых 11 наименований нового вкуснейшего лакомства. Первая партия вкусных новинок уже готовится к отправке магазины. Мороженое производят из натуральных компонентов и наполнителей, используя рецептуры, традиции и опыт, накопившийся за 40 лет выпуска мороженого на предприятии. Специалисты на всех этапах отслеживают качество продуктов. Но даже после этого технологи проводят свою проверку. Мороженое дегустируют. И поэтому мы можем гарантировать нашим потребителям качество и безопасность нашего продукта. Вместе с новыми видами мороженого масло-сыр база «Чувашская» запускает акцию «Собирай баллы, получай призы». Чтобы получить ценные подарки, необходимо накопить определенное количество упаковок и обменять их на призы. В эту субботу компания «Волга АЭС» проводит экологическую акцию «Веселый субботник. Труд. Мир. Пломбир». Для жителей и гостей города приготовили интересную развлекательную программу. А всех, кто соберет мешок мусора, получат бесплатное мороженое. Все подробности на сайте volga-ice.ru. Екатерина Куприна, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова